Конечно, у Моминьи, чтобы не забыть, были такие заочные единомышленники уже в XVIII веке. Как ни удивительно, Леонард Эйлер, который интересовался также теорией музыки и написал трактат по теории музыки, и он еще до Моминьи говорит об этой странной природе танковой витники. Один танк бывает медленным, а другой – быстрым. Лечь идет, конечно, не о темпе, не о скорости, а именно о разных фактах, то, что мы хорошо знаем из элементарной теории музыки, понятие гемеолога. Это модуляция трехдольного вдоль и, наоборот, трехдольного метра в трехдоль. В зависимости от того, делится его время дольше и короче. Разнообразие же, которое возникает из второго способа, весьма многообразно, так как акт может быть подразделен и многими способами. Ведь он будет одной природой, если разделен на две части, и в нем будет в самом различии, в зависимости от того, будут ли эти части равными или не равными, а другой – если он делится на три, иной – если на четыре части. И это касается не только, понятно, пяти четвертей второй части и шестой симфонии Петра Ильича. Кстати, тоже довольно трудно и не всегда понятно, как делить это так. Это не пять четвертей композиторов, а пучкистов. Это такие проломбированные три четверти, в которых вот эта грань внутренняя то два плюс три, то три плюс два, а может быть и четыре плюс один иногда. Далее Рейлер говорит, акты и метод обыкновения часто меняться или в отношении длительности или подразделения таким образом, что то после быстрого помещается медленно, то после медленного – быстро. То есть короткие или длинные такты. В отношении же подразделения могут многими способами сменяться и смешиваться между собой двудольные, трехдольные и другие такты. И это разнообразие весьма примножается тем, что существует много видов одного и того же по длительности такта, поделенного одним и тем же способом, поскольку эти отрезки расчленяются далее по-разному. В музыке Бетховена мы находим тоже это на каждом шаге. И даже, как это странно покажется, наверное, многим на первый взгляд, в первой части знаменитый «Несчастный лунный весловатый дудес минор номер 14». Это если служить во всех исполнениях, кроме Иосифа Гоффа. Мы послушаем исполнение Иосифа Гоффа. А на Питера Пирса, поющего Ленского, это на десерт оставим. Иосиф Гоффа Гоффа. Иосиф 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 Гофф. 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 Это тоже мелодия, это контрапункт. Это не просто тереольные восьмы, которые поддерживают, не бог весть, какую интересную мелодию, кстати. Они только вместе в контрапункте имеют смысл. И, кстати говоря, Бетховен уже выписал рубату, а Гоффман его увеличивает. То, что шестнадцатая после восьмой точки идет после тереольной эмоции, вообще события этой пьесы, это, можно сказать, центральная идея именно первой части этой санаты, не всей санаты, но именно первой части. И это отражено ее обозначению характера, а даже состенутой. Это именно техника состенута. В музыке сдержанной, в которой есть порыв и тереольные восьмы. И не то, что ее сдерживает именно вот это удремение последней тереольной восьмой за счет шестнадцатой, которая идет после, а они вместе с ней по старинке. Еще у Себастьяна Баха. Хотя и у него даже не всегда. Это игралось вместе. А вот революционность этой музыки еще сравнительно, наверное, в том числе и вот в этом несовпадении шестнадцатой и последней тереольной восьмой. Кроме того, это замирание в выступительных тактах перед вступлением голоса. То самое, не наступать певцу на горло, подвести вступление его голоса вот таким расширением. Как бы имитировать собственным ритмом пианисту, аккомпаниатору вот это самое взятие дыхания и некоторое расширение времени. А дальше в этом же духе гармония, диссонанс дополнительный, легкие задержки времени, которые так непривычны во всех позднейших и тем более современных версиях этой сонаты. КОНЕЦ 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 Мы остановимся. КОНЕЦ 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 переслушал вариантов, не нашел бы ни одного. Может быть, вам привезет больше? Попробуйте. Почему Гоффман так играет? И, кстати говоря, по-деревски в фильме «Лунная соната» так не играет в первую часть. Он гораздо интереснее играть второй, в отличие от Иосифа Гоффмана, который довольно пресно играет Аллегрета, так пробегает его. Даже Ганс Фонтелло говорил, что Аллегру надо играть не таракомиво, не спеша. Он знал толк и понимал, почему его надо играть не таракомиво. А вот в первой части, конечно, никто, во всяком случае, в имеющихся записях, и в записи Гоффмана шестнадцатого года, он в шестнадцатом году уже записал только первую часть сам, а полностью все три в тридцать шестом году. И в шестнадцатом году он играл ровно так же первую часть. Откуда это? Ну, простейшее объяснение смотрим в труде Карла Черни, которого Бетховин научил правильно играть все свои фортики. Черни черным по белому пишет, в тактах тридцать два тридцать пять Бетховин делал, нет, надо делать, он говорит, понятно, что Бетховин делал, заветная крещенная Челлиарова. А вот с такта тридцать шестого возвращение в прежний темп. Черни нам не объясняет больше ничего. И своих предположений, догадок насчет того, почему Бетховин так играл свою сонату в эти тексты, ничего этого нет. Действительно, аргумент еще один. Аргумент приверживается в теории верного исполнения, которое верное по тексту. Текстро, да? Не векторо, а текстро. Верное тексту исполнения. Ну, композитор же ничего не написал. Если бы он захотел, так он бы написал, конечно, в нотах. А с какой стать? А почему композитор должен все записывать в нотах? Он и так там много пишет. Ему это, в общем, очень надоедает каждый раз все записывать. Композитор тоже человек, он устает от этой своей ежедневной обязанности все выписывать в нотах. Он может и должен позволить себе что-то оставить, сказать, на дуле исполнителя. Ну, исполнитель придет и пусть потрудится, пусть даст себе труд все это расшифровать и сыграть должным образом. Почему Бетховен сам делал ускорение крещенка? Кстати говоря, то, что он написал словами, прямо противоречит вот этому динамическому плану крещенку. Потому что в первых тактах, в нотах обозначено на протяжении всей части на протяжении всей части вот выдерживать. В центре пианицы моя сенса сложилась. Такого у Бетховена на каждом шагу. Пишет он одно, а сохранились и некоторые прочие свидетельства, как Бетховен играл свои сонаты поперек того, что он написал поперек, то есть динамики, темпов, фразировки и так далее. Ну, оставим все это остальное. Это тоже интересный вопрос. Что такое, при более, композиторное и что такое верное отнабельное исполнение. Нас интересует вот эта крещенная челеранка. Вопрос, почему Бетховен так делал? Объяснение нам дает Леонард Эйлер и Жерон Джозеппе Номиньи и Люси такты разных природ. Потому что там такты начинают с этого такта какого-то, 31-го, а к другому распределяются. Значит, до сих они жили Вот. Это я уже в ходе. У меня аналогичное место. Иначе распределяются. Какого-то. Академия 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 Вместо трех подверг. До сих пор было по три. Три триольные восьмые. И, как триоли, это ветернарное дробление четверти, они были аккомпанирующими вспомогательным, контрапунктирующим голосом. Но с этого самого такта в разработке, на органном пункте доминанты ответят. И фигура сопровождения становится основной мелодией. Все. Как плотина прорвала нас, медает на своем пути мелодический голос, сама становится мелодией благодаря многотапной пролонгации и бинарному дроблению четверти вместо тернара. Вот что делает точка перелома, точка поворота мелодии, на роль которой обращался в свое время в связи с музыкой Баха. Точка поворота решается. И, кстати говоря, точка поворота в баховской музыке определяет тоже такты, границы реальных, то есть слышанных тактов, а не тех, что написано. И здесь Бетховен, конечно, ученик баховской школы, баховской традиции. Сам хорошо знал музыку Баха и общался с его учениками. И передал исполнение баховской музыки в том числе Карлу Чвер, не только своей собственной. А Карлу Чвер мне дальше научил Лиса, как играть Бетховена и Баха. А Лиск научил, как играть Бетховена и Баха, много кого научили, но в частности, Антона Робинштейна. Робинштейн вроде не был прямым учеником Лиса, но еще ребенком и юношей, много времени проводил в Европе, общался с Шопеном и Листом. Он много слушал их игрок, и это он научил, может быть, больше, чем непосредственные занятия с педагогом. А вот потом Антона Робинштейна уже в самые последние годы своей жизни он научил Росифа Гоффмана. Гоффман был учеником Робинштейна. Гоффман боготворил Робинштейна, он считал его пианистом номер один. И когда Гоффман приехал в Петербург уже после смерти Антона Григорьевича, после смерти великого Антона в 1794 году, он скончался, и Гоффман уже практически каждый сезон выступал в Петербурге. Финдейзен писал на исполнение Гоффманом четвертого ростопедного концерта Робинштейна, было впечатление, что играет сам великий Антон. И вообще Гоффман был пианистом номер один здесь. Когда приехал в Петербург в 1899 году, ему предстояло быть очень трудное сравнение конкуренции именно с Гоффманом. Вот какова была репутация этого пианиста. То есть я к чему это? Если кому-то хочется аутентичного исполнения, вот как композитор хотел, то это все здесь и есть. Это то, что зафиксировал Карл Черни при научении Бетховена, и то, что потом через листа Робинштейна перешло к самому Гоффману. Вот мы видим живое воплощение того, что Черни описал. А главное, конечно, это то, что это исполнение что у самого композитора, что у Иосифа Гоффмана это исполнение верной произведения, верной логики произведения. Разработка это очень ко многому обязанное. Не только композитор, но и исполнители надо реагировать на переметы. Вместо трех, вместо тернарного дробления четверти, бинарное. И кроме того, эти четверти становятся основной мелодией, который занимает многооктарный диапазон. Извините, мы не будем дослушать. К тому же Бетховен оставил нам подсказку, потому что возвращение к тернарным восьмым триолям, то есть обозначено дополнительным штилем на ре диете. Две восьмые, а следующий до десять уже три. Вот этот момент, этот стык, метрический сдвиг, который Бетховен напоследок уже при возвращении обозначил, зафиксировал, как дал подсказку и правильный ответ в конце учебника. Подошли, теряяя, теряяя. Подошли, теряяяяя Готовое аппетит, Петховен напоследок Петховен напоследок Петховен напоследок Субтитры создавал DimaTorzok